Добрый день, друзья! С вами Зидыч и сегодня у нас Т-32, машина, которая пришла у американцев на замену М26 Першинг. Техника, в которой американцы усилили лобовое бронирование, вооружение и увеличили башню. Сейчас этот тяжелый танк имеет боевой рейтинг 7-0, пятый ранг, а следовательно не может применяться в полковых боях. И, честно говоря, не будет совсем корректно сравнивать его с ИС-6, потому что, несмотря на одинаковый боевой рейтинг, ИС-6 в другой лиге. Если вы владелец ИС-6 и по какой-то причине решили прокатиться, как в старые добрые на Т-32, то сразу поймете, в чем дело, в чем разница и забудете про этот танк. Если в борт ИС-7 мы еще как-нибудь подловим, то при лобовом противостоянии, скорее всего, победа будет не в наших руках. А ведь вроде бы, оценивая параметры, танк неплох. НЛД у нас где-то 100 мм, не учитывая приведенки. В ЛД 127, но с приведенкой там будет плюс-минус под 200 мм. И башня, которая может танковать снаряды под 300 мм. И даже в борт башня может принимать снаряды под 152 мм. Да и крутится, как всегда, хорошо. 21 градус в секунду при топовом танке. У ВНа минус 10 градусов. Отлично! Мощный двигатель 770 лошадиных сил, что дает нам возможность удельной мощности 14,2 лошадиные силы на тонну. Это чуть лучше, чем у Першинга. По динамике, в американской ветке, этот тяжелый танк совершенно не уступает своим коллегам средним танкам. Едет вровень, занимает позиции точно так же, что на самом деле очень здорово. Отлично может воевать на каких-то холмистных местностях, горках. Забирается на них без проблем. Вытаскивает свой хобот, у которого минус 10 градусов у ВНа. То есть здесь претензий к танку никаких. Отличная машина. Пушка-хлопушка 90-мм Т-15Е2. Имеет три типа снаряда Т-43, Т-44 и, наконец-то, каморный М-82, который не сразу этому танку завезли. Которую вы все знаете. Имеет он бронепробитие не 165 мм, а 202. Потому что выпускается он из другого орудия, более мощного. Такого же, как, например, у М-26Е1. Аналогичного. Или же у Супер Першинга. А теперь о грустном. При всем том, что есть у этой пушки. При всех ее преимуществах. Но в башне А-32 стрелять она будет даже с асами не чаще, чем 14,5 секунды. При том, что у Супер Першинга перезарядка в районе 12 секунд. А вот у М-26Е1 это премиумный Першинг. Только с пушкой примерно как у Т-32. С теми же показателями и снарядами перезарядка 11,1 секунды. Нет, нет. Это не нагиб за деньги. Не буду я такого говорить. Фу, кака. На самом деле у Першинга М-26Е1 еще и боевой рейтинг не 7,0, а 6,7. Просто сделайте выводы сами. А мы идем дальше. Дай бог, друзья, если вас закинет на 8-0 против немцев. Потому что там есть Леопарды, которых любят брать в большом количестве. Там есть Ру-251, которые периодически игроки берут на ранг выше с целью захвата точки. Ну и другая техника. Но если это советы, можете сразу прямо на распауне поднимать белый флаг. Потому что иначе вы будете замечательной игрушкой для ИСа-3 с боевым рейтингом 7,3. ИСа-4, если БР ближе к восьмерке Т-10М, что вообще не поддается никаким объяснениям. Более-менее у вас есть нормальные шансы только против 54-ок. Коим нужно стрелять прямо в маску рядом с орудием слева или справа. И возможно даже сплошным снарядом, а не каморным. Тогда да, есть шанс, что вы сможете набить хоть какие-то фраги. Но возможно, чтобы получить порцию хорошей порки, вам даже не придется ехать на БР-8-0. Ведь как я уже подчеркнул, появился такой замечательный танк на вашем же боевом рейтинге, как ИС-6. Тоже 7-0, тоже достаточно забавный, интересный. И в принципе вы его пробиваете лишь в одно место. И то, если он не двигается, не шевелится и ждет вашего выстрела прямо в маску. Во многих случаях вы просто не сможете подобрать нужный тайминг. Противник ромбует, противник делает все что угодно, чтобы вы его не пробили. В общем, ситуация не очень. Зато он в ответку вас сразу накажет либо выстрелом в нижнюю лобовую деталь, либо просто выстрелит над маской. Можно еще куда-нибудь в щеку, лишь бы не в саму маску. И вам трындец. Эх, меня такая гордость сейчас распирает. Умели же наши деды победную технику создавать. Вот уж действительно. Не то, что эти американцы, да и немцы, да и вообще все. Вот такие дела. Хотя здесь я немножко перегибаю. У американцев хотя бы есть на 6,7 Т-29, который действительно дает очень хорошие возможности на ответочку. Но если у вас нет бабла, вы не можете купить себе Т-29 или же М-26Е1. Ну, в общем, вы поняли. Так что без Т-29-ки никак. Не зря же столько танков не тренд было именно в их ветке. Да, в последнее время создается ощущение, что именно эта нация по своей сложности, пожалуй, ну, плюс-минус, как японцы, спасает американцев две вещи. Во-первых, вариативность и возможности, потому что здесь выбор танка значительно шире. Следовательно, можно подбирать различные тактики, различные методы борьбы с противником, то есть либо кемперство, либо захваточек и так далее. И вторая главная деталь, это, конечно же, авиация. В совместных боях эта штурмовая авиация просто вытаскивает американскую нацию на топ. Но если это откинуть, то на БР-7073 гораздо предпочтительнее советы. А если все-таки нет советов, то будет даже комфортнее играть на британцах, которые, по крайней мере, все пробивают своими подкалиберами с высокими показателями. А вот и на американцах на этих боевых рейтингов просто катастрофа. А потом люди удивляются, почему американцы играют от захвата точки и сразу садятся на авиацию. Да потому что им просто нет возможности как-то противостоять тем же танкам. Вот смотрите, противники ИС-6 или же ИС-3 чуть выше боевым рейтингом и другие танки, которые имеют возможность просто ваншотить нашу 32-ку и не только ее, в том числе и першинги. Поэтому и тактика строится не от лобовых противостояний, где шансов мало, а от каких-то партизанских вылазок, засад и захватов. Вот лично я вместо унылого Т-32 предпочел бы быструю 92-ку. И на этой грустной ноте я, пожалуй, закончу обзор. Попрошу вас обязательно поддержать данное видео пальцем вверх за объективность, как мне кажется, ну и соответственно за хороший, как всегда, визуальный ряд. В общем, друзья, всего самого лучшего и увидимся в ближайшее время. Удачи!